Ну вот скажи мне, зачем ты ее пригласил? Да еще опять она свои банки привезла, соленья, варенья, словно мы голодаем тут, молоко это козье. Оля поправляла перед зеркалом свои уложенные волнами и синие-черные волосы, придирчиво оглядела свое новое красное платье и проверила, хорошо ли застегнуты новые серьги в ушках, подарок мужик юбилею. Сегодня Оле исполнялось 35 лет, но никто бы не дал ей этих лет, глянув на эту молодую, стройную и ухоженную женщину, безупречно одетую и холеную, смело можно было вычеркнуть лет 10 из паспортного возраста. Вообще-то она моя мать, обернулся на жену Максим, повязывающий галстук на шею. Ну конечно, мать, я ж ничего не говорю такого, повела плечом Оля, просто она не вписывается в нашу компанию. Я же лишь о ней забочусь, ведь ей самой всегда скучно на наших праздниках. Все гости, люди образованные, разговоры у них о высоком, а твоя мать даже не понимает, небось, о чем идет речь. Вот и молчит, всегда сидит. Но о чем она может рассказать? О своих козах? О том, когда нужно огород навозом удобрять, весной или осенью? Оля нервно хохотнула. Видно было, что она начинает раздражаться. Между прочим, когда она начинает свои разговоры о деревне, все ее внимательно слушают, возразил Максим. Высокий, статный мужчина, со стильной бородкой и умными серыми глазами. Ой, отмахнулась Оля. Они слушают лишь из вежливости, потому что все наши друзья весьма воспитанные люди, вот и все. Ну, не скажи. В прошлый раз, когда мы Пасху встречали, все с большим интересом слушали ее рассказ про то, как они в детстве с моим дядькой Иваном в соседнее село одни ушли, на всенощную, и как их родители потом искали. Все равно. Оля раздула изящные тонкие ноздри. Она деревенская. Она осеклась, чуть было не выпалив баба, но вовремя поправилась. Женщина, и ей не место в нашей компании. Может, и мне тут не место, ведь я-то воспитан этой деревенщиной, как ты изволила выразиться. Ой, Максимушка, ну ты что? Я же не это имела в виду. Я забочусь о ней же. Я же вижу, что ей у нас неуютно. Вот и говорю, что не приглашал бы ты ее к нам на такие застолья. Лучше сам после съездил бы к матери, и все. Съездил? Поднял бровь Максим. То есть, ты к ней даже ездить не желаешь? Правильно я понимаю? Максим, ну не заводись. Ну я просто всегда же занята. Ты сам знаешь. Подластилась к мужу Оле. К своей маме, однако, ты находишь время прийти. Развел он руками. Это другое, улыбнулась Оля. С моей мамой мы как две подружки. Она всегда меня понимала и поддерживала. Мы на одной волне. У нас общие интересы, разговоры. Ну да, ты даже и называешь их по-разному. Свою мама, а мою только мать. Ухмыльнулся Максим. Давай не будем ссориться. Тем более сейчас. Примирительно ответила Оля, поцеловав мужа в щеку. Сегодня мой день рождения, и я хочу встретить его красиво. Тем более, гости уже заждались. Идем. И она распахнула дверь и вышла в большую гостиную их современной красивой квартиры в новом районе города, где за накрытым столом уже сидели гости. Оля с Максимом познакомились еще в университете, когда им было по 17 лет. Да так и остались вместе, больше не разлучаясь. У них было много общих интересов, хотя воспитывались они в разных слоях общества. Максим был из деревни, а Оля городская. Но обоих матери воспитывали одни. У Максима отца не стало из-за болезни, когда ему было всего 8 лет. А отца Ольги мать выгнала из дома за пьянство, и больше его судьбой не интересовалась, как и он их, впрочем. Женщина она была хваткая и пробивная, очень эффектная. Оля красотой пошла в мать, и потому они с дочерью не бедствовали. Оксана Александровна шла по карьерной лестнице вверх и вскоре уже возглавила отдел завода, где и работала по сей день. Вырастив дочь, она активно занялась устройством личной жизни. Благо, выглядела не на свои 55 лет, а на 40 с небольшим. Мать же Максима была простой деревенской женщиной. Работала дояркой. Сына она родила поздно, в 30 лет. А больше и не было у них с мужем детей. Сейчас Валентине Петровне уже исполнилось 65, и она, выйдя на пенсию, продолжала жить в деревне и вести свое хозяйство, да разводить коз. Максим, тоже как и Оля, был копией матери. Только те черты, что Валентине Петровне придавали простоты – веснушки, светлые почти белые волосы, серые глаза, нос с гарпингой, широкие скулы. У Максима, напротив, смотрелись выигрышно и подчеркивали его брутальность. Она знала, что сноха ее недолюбливает, но ни разу не попрекнула ни ее, ни сына этой нелюбовью. Старалась бывать у них пореже, только когда дети сами ее пригласят, чтобы не мешаться, не быть причиной их ссор. Еще не хватало, чтобы из-за меня раздор промежних случился, – думала она. Ничего, я-то как-нибудь стерплю, лишь бы они жили хорошо да дружно. Об одном только горевала Валентина Петровна, что не было у нее до сих пор внуков. Сначала молодые сами не хотели, все строили бизнес, докопили на жилье. Теперь же не получалось у них. Как говорил ей Максим, уж каких только докторов они не обошли, все напрасно. Вы оба абсолютно здоровы, – разводили те руками. Отпустите фикс идею, и все получится. Но не получалось, а часики тикали, как в народе говорят. Мать же Ольги, напротив, нисколько не переживала об отсутствии внуков. Нет? Ну и что ж? Махала она рукой. И без детей люди живут. Да, может, еще и лучше живут. И здоровье крепче. Вон мы с тобой, доча, каждые полгода на новом курорте отдыхаем. А с дитем, как знать, смогла ли бы ты на мир посмотреть. Оля, слушая мать, вдыхала. Кивала согласно, но на душе скребли кошки. Она бы с радостью променяла все свои курорты на одного маленького крохотного малыша. В остальном же у нее с матерью разногласий не было. И они, как две подружки, вместе ходили по салонам красоты и ателье. Шли годы. Бизнес Ольги и Максима развивался, а детей все не было. И вот сегодня Оля отмечала уже свой тридцать пятый день рождения. Гости дарили подарки, произносили тосты. А она загадывала уже который год лишь одно, самое заветное желание – родить ребенка. На дворе стоял август. Оля проснулась от дикой тошноты и, как была в майке и трусах, побежала к унитазу. «Что это со мной?» – подумала она. «Неужели в кафе отравилась? Надо матери позвонить». «Мама, ты как себя чувствуешь?» Набрала она номер матери, едва Максим уехал в офис их компании. Она сегодня осталась дома, не в силах даже шевельнуться. «Да отлично, доча. А почему ты спрашиваешь?» В трубке раздался бодрый голос матери. «Да меня рвет что-то», – пожаловалась Оля. «И вообще как-то мерзко, кажется, отравилась чем-то». «Рвет? Уж не беременна ли ты?» – подозрительно спросила мать. «Ты сходила бы к врачу? Да поскорее». «Ты думаешь?» – замерев на месте, спросила Оля, боясь дышать. «Да кто знает. Проверься да поскорее, чтобы успеть, если что». «Что успеть?» Оля плохо соображала, голова кружилась, а в желудке вновь поднимался рвотный позыв. «Как что? Ну ты как маленькая, ей-богу!» Строго отрезала мать. «Вдруг что-то не так, чтобы успеть прервать?» «Мама, что там может быть не так? Ты о чем?» «Ой, Оля, да мало ли!» Мать разнервничалась. «Первая беременность в таком возрасте, всякое может быть». «Хорошо, мама, я схожу». Оле вдруг впервые в жизни стало неприятное общение с матерью, и она положила трубку. Выглянув в окно, она вдруг расплакалась от обиды. Совсем не те слова она хотела услышать от родной мамы. Но ничего, еще неизвестно, что там. Надо записаться к врачу и поскорее. «Поздравляю вас, милочка! Вы станете мамой!» Доктор-мужчина восточной национальности, говорящий с акцентом, улыбающийся и разговорчивый, повернул монитор Коли. «Ведите эту точку? Это ваш будущий сыночек или доченька». «Я? Я? Беременна? Вы не ошиблись?» Голос Ольги дрожал, и она не могла вспомнить простые слова. Все шло кругом в голове от волнения и радости. «Да вы что! Я тридцать лет тут сижу! Я не ошибаюсь!» Рассмеялся доктор. «Беременность пять недель. Вставайте на учет, дорогуша!» Оля вышла в коридор и дрожащими руками набрала номер мужа. «Максим? Максим, я беременна!» Узнав новость, Валентина Петровна расплакалась от радости и в тот же день побежала в соседнее село, в храм, ставить свечку и подать сорока уст о здравии и снохи. Оксана Александровна же нахмурилась. «Мда, неожиданно, конечно. Но посмотрим, что покажут анализы и УЗИ. Ты себя как чувствуешь-то?» «Да отлично, мама». Оля с обидой посмотрела на мать. Не такой реакции она ожидала. Ну, по крайней мере, мама могла бы порадоваться за нее. «Да рада, я рада!» – отмахнулась мать. «Но в таком возрасте уже опасно впервые рожать. Вот и беспокоюсь». «Нормальный возраст, мама. Посмотрим. Ну, я побегу. Меня сегодня Артур пригласил в ресторан. Надо в салон зайти, маникюр обновить. Ты со мной?» «Нет, мама». Впервые Оля почувствовала некое отчуждение от матери, словно теперь их жизни разделились на две разные дороги. Потекли месяцы беременности. В один из дней Ольгу срочно вызвали в женскую консультацию. «Вы знаете», – замялась врач, – «надо бы вам дополнительно обследоваться. У вас генетические анализы пришли не очень». «Как не очень», – испугалась Оля. «У вашего ребенка высока вероятность риска синдрома Дауна». Оля почувствовала, как земля уходит из-под ног. У нее родится больной ребенок. Как на автомате она проходила все необходимые обследования, и все они подтверждали, что ребенок, скорее всего, родится с синдромом. Мать Ольге звонила ежечасно и орала в трубку. «Делай срочно прерывание, пока не поздно. Нечего свою жизнь портить и позорить нас перед всей роднёй. У нас всю жизнь все умные были, институты заканчивали, а тут идиот родится». «Он не идиот, мама. Он мой ребенок. И вообще, люди с этим синдромом очень солнечные и добрые». Она положила трубку и разрыдалась. Названивала врач, названивала мать. Максим сурово молчал, все давили на нее. А Оля не знала, что ей делать. Малыш уже активно пинался под сердцем, и она любила его, любым, каким бы он ни был. «Я буду рожать», – твердо заявила она матери и мужу. «Дело твое, но на меня не рассчитывай», – отрезала мать. «Мне такой внук не нужен. Да и вообще, меня Артур замуж зовет. Я и сама еще молодая, и у меня есть право на личную жизнь». Максим пришел домой выпившим, а после стал задерживаться по вечерам. Оля ушла в себя, она не ела и лежала, отвернувшись к стене целыми днями. До того дня, пока в их квартиру не позвонили. Оля, шатаясь, добрела до двери, открыла. На пороге стояла ее свекровь, как всегда с баулами еды. Оле уже было все равно. Она пропустила Валентину Петровну в квартиру и закрыла молча дверь. Она ждала от свекрови упреков или уговоров прервать беременность. Однако ничего такого не последовало. Та рассказывала ей о своих козах и курах, поставила на плиту кастрюлю и перенялась варить борщ. Вскоре по квартире расплылся аромат оладьев и меда. И вдруг впервые Оля почувствовала, что ей приятно эта болтовня. И про коз, и соседку бабу Нюру, у которой собака ощенилась, и про то, какой величины уродилась ныне картоха, и сколько снега намело в деревне. Ей так не хватало простого человеческого общения, чтобы, наконец-то, никто ее не упрекал и не гнал на прерывание, а просто говорил о чем-то и улыбался. «Давай-ка, борща ешь!» Свекровь поставила перед Олей полную тарелку горячего рубинового супа, щедро сдобренного зеленью. «Я уж по-городскому не умею, да ничего, научусь готовить, как ты любишь. Только ешь, и в консультацию с тобой теперь ходить буду. Вон какой гололедище нынче. Упаси бог, упадешь еще!» «Ну и ладно», — прошептала Оля. «Может, выкидыш будет. Все равно мой ребенок никому не нужен». Валентина Петровна так и застыла на месте, сплеснув руками. «Ты что это такое болтаешь, дочка? Как это не нужен? Мне, мне нужен! Ведь это ж мой внучок или внученька. Я его уже люблю!» Оля посмотрела на Свекровь и вдруг расплакалась, испугав ту еще больше. Она плакала и плакала, не в силах остановиться, и казалось ей, что вся боль этих долгих месяцев выходит сейчас с этими слезами. «Ты поплачь, поплачь!» — гладила ее по волосам Свекровь. «Легче станет! Поплачь! И дальше станем жить!» Жить и правда стали. Максим теперь был дома вовремя и трезвый. На кухне всегда пахло пирогами и супом. В доме стало как-то просто и уютно. Словно Валентина Петровна привезла с собой кусочек деревни в своей холщовой, сшитой из веселых цветных лоскутков большой сумки. Обо всем Свекровь рассуждала как-то просто и понятно, но в то же время по-жизненному мудро и прямо. Оля повеселела и успокоилась, стала хорошо кушать и чаще смеяться, но душе у нее было теперь тихо и радостно. «Какой бы ни родился, а я его люблю и буду любить!» — думала она о своем малыше. И вот пришла весна, расцвел мир, заглубило небо, и в конце апреля родился на свет сын Ольги и Максима Витюшка. Диагноз синдрома Дауна не подтвердился, однако мальчик был весьма слабым и задышал не сразу. У него обнаружили проблемы с сердцем, они с Олей провели месяц в больнице, прежде чем их отпустили домой. «Ничего», — радовалась Свекровь, «поедем на все лето ко мне в деревню, поднимем мальчишку на ноги». Так и сделали. Весь первый год Оля с ребенком не выходили от врачей, им пророчили всякие последствия, что у ребенка будет ДЦП, что он не станет говорить и прочее, и прочее. «Все будет хорошо. Я Максимку на ноги поставила, и Витюшку нашего поставлю», — сказала Свекровь Оле, когда в один из дней Таня, выдержав напряжение, бессильно рыдала у кровати сына. «Прости меня за все, мама», — вдруг подняла на Свекровь опухшие глаза Оля. «Я всегда тебя стеснялась. Думала, деревенщина ты. Думала, что лучше моей мамы нет. А вот видишь, как жизнь повернулась. Мать моя и не показывается у нас. Внука больного стыдится. Жизнь свою устраивает. А ты? Ты моя опора. Я без тебя пропала бы, мама». «Да ты что? Что ты, дочка? Я сейчас сама заплачу», — кинулась к ней Валентина Петровна. «Я ж ничего такого не делаю, окромя того, что совесть велит до сердца. Вы же мои родные, детушки мои. Я ж только о вашем счастье Бога и молю. А на маму свою ты не серчай, не надо. Она и правда у тебя молодая еще и красивая. Не то, что вот я. Пущай устраивает женское свое счастье. В старости-то одной. Ой, как тяжело. А мне что сердиться? Я ведь и правда деревенская. Все ты правильно баешь, дочка. И Витюшу мы на ноги поставим. Попомни мое слово. Буду его к себе почаще забирать. На деревенском воздухе да молочке богатырь у нас вырастет». Оля обняла свою маму, как она теперь называла свекровь, и они обе плакали, пока в комнату не вошел Максим и не уставился на них в удивлении. «Может, обедать пойдем?» Прошел 18 лет. На проводах Виктора в армию было шумно и весело. Собралось множество его друзей, а на почетном месте сидела его любимая бабуня. «Бабушка», — поднял он тост, «сегодня я хочу сказать тебе спасибо за все. Ты мне стала второй мамой. Все каникулы я проводил у тебя. Спасибо за то, что научила и снег грести, и огород копать, и косой работать, и за мои медали. Тоже спасибо». Он кивнул на стену, где на полке, уставленной кубками и грамотами, красовалось его фото на пьедестале первого места. Оля утирала слезы, Максим сжал скулы от волнения, а бабуля Валя в белом платочке светилась теми своими многочисленными морщинками и улыбалась. «Служи с Богом, сыночек, так, чтобы мы с тобой гордились. Будь всегда человеком, это самое главное звание в жизни, а мы тебя ждать станем». «Бабуня, ты только меня дождись». «Дождусь, дождусь, а как же, мне еще на твоей свадьбе плясать, да правнуков нянчить». Баба Валя хитро глянула на Юлечку, девушку Витюшки, что сидела с ним рядом, та покраснела и опустила глаза. «Некогда мне помирать-то, сыночек, жить надо». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.